здравствуйте друзья в этом выпуске новостей зарубежной недвижимости от прян цифры с кипра и франции иммиграционные новости из той же франции и эмиратов и инвестиционные из испании приходят первые итоги прошедшего года на кипре количество сделок превысило 15 тысяч это лучший результат аж с 2007 почти 45 процентов покупок за иностранцами в абсолютных цифрах такого тоже не было вот уже более 15 лет еще один примечательный факт европейцы покупали реже чем в 2022 году так ведь и цены на острове выросли на 8 12 процентов а вот граждане стран не входящих в ес которые покупают кипрские квадратные метры чаще с релокационными целями напротив увеличили активность почти в полтора раза правда и со стороны не европейцев декабре спрос существенно снизился так что однозначно говорить о хороших перспективах 2024 году для кипрского рынка я пока по стерегусь хотя постоянный вид на жительство инвесторам киприоты по-прежнему выдают исправно франция рапортует о снижении числа сделок по итогам двадцать третьего года на 16 процентов и одновременно о стабильности цен дома подешевели и вовсе символические квартиры на 3,4 процента впрочем в париже падение оказалось более сильным а вот жилье на лазурном берегу даже подорожало но тоже по сути в рамках погрешности в этой связи напомню что во франции действует программа выдачи внж по финансовой независимости ее базовые условия пассивный доход от 25 тысяч евро в год на заявителей супругу плюс нужна недвижимость и лучше в собственности для россиян у которых она уже есть процедура получения визы d и сейчас проходит легко буквально за месяц французы относительно лояльные к подтверждению пассивного дохода а вот у кого недвижимости нет ее нужно арендовать на срок не менее 12 месяцев причем подаваться на визу d через аренду придется уже за пределами россии все подробности в одном из новогодних материалов напрян и ссылку я прикрепляю к этому видео опубликован индекс паспортов от хенли и партнерс на самом деле это весьма простая аналитика показывающая куда гражданин той или иной страны может ездить без виз в лидерах впервые сразу шесть государств из которых четыре западноевропейские италия испания германия франция но и еще япония с сингапуром обладатели этих паспортов не нуждаются в дополнительных разрешениях при въезде в 194 из 227 рассматриваемых стран на самом деле это лидерство не столь уж существенно например граждане почти всех других европейских государств могут без бюрократических трудностей въезжать более чем 190 стран что тоже немало подскажем обладателям карибских паспортов гренады сент-люсии не требуется виза в 148 стран такими же привилегиями обладают кстати украинцы российский паспорт открывает безвизовый въезд 119 государств вроде тоже немало другой вопрос насколько такая возможность востребована то есть насколько эти безвизовые страны нам интересны сам рейтинг вряд ли можно считать руководством к действию ведь получить паспорт той или иной страны просто потому что он упрощает поездки по миру конечно заманчиво но далеко не всегда реально кстати страны где россияне по-прежнему могут получить инвестиционное гражданство расположены в рейтинге еще ниже с паспортом турции можно без виз въезжать 118 государств с паспортом вануату в 94 а с паспортом египта и вовсе только в 55 и в продолжении темы получения европейских виз за пределами россии для россиян вопрос актуальный но вот для иностранцев легально проживающих в эмиратах пришла хорошая новость от в с глобал компании которая как раз организует по всему миру выдачу виз и паспортов получение европейских виз в стране у экспатов осенью занимала до двух месяцев в ближайшие недели срок пообещали сократить до двух недель еще раз речь идет о эмиратах и испанская новость коллеги из идеалиста представили рейтинг самых выгодных сегментов недвижимости для инвестиций в исследовании этом не учитываются дополнительные расходы например налоги или возможные затраты на ремонт то есть рентабельность оценивается что называется приблизительно и все равно любопытная аналитика и так самые высокодоходные на перенеях офисы без малого 12 процентов годовых грязными объекты ритейла приносят чуть меньше 10 процентов кстати в соседней италии в конце прошлого года наиболее выгодными были именно магазины ну а доходность без учета до просходов жилья в испании 7 целых одна десятая процента практически такая же как и в 2022 году в столичных городах она поменьше в мадриде 5 2 в барселоне 5 9 процента ну а в самой популярной у нас провинции аликанте 6,8 реальные цифры конечно ниже повторю затраты статистика не учитывает что же год набирает обороты и я еще раз пожелаю чтобы он для вас и ваших близких был здоровым и безопасным если вам понравился этот выпуск поставьте лайк и до встречи через неделю и и Продолжение следует...